Следующий вопрос. О, шейх, я слышал мнение, что у салифов не было разногласий в вопросе оставления намаза и что более поздние имамы-масхабы распространили данное мнение. Является ли это таковым, о, шейх? Привел имам Ат-Тирмидзи, да помилует его Всевышний Аллах, со слова Амира аль-Укайли, что он сказал. Сподвижники пророка, саляллаху алейхи ва салям, не считали оставление чего-либо из дел куфрам, кроме молитвы. Сподвижники были единогласны в том, что оставляющий молитву – кафир. Это единогласие, пришедшее от сподвижников, да буди доволенными Всевышний Аллах, включает в себя как полное оставление молитвы, так и ее частичное оставление. Нет сомнения, что тот, кто оставил совершение молитвы, отрицая ее обязательность, такой человек является кафиром по единогласному мнению обладателей знания. Также нет сомнения, что оставляющий молитву полностью, то есть, когда он вообще не совершает молитву, такой является кафиром по более правильному мнению обладателей знания. А что касается слов тех, кто говорит, что это разногласие является недавним разногласием, то первый из тех, от кого стало известно это разногласие, это Мухаммад ибн Шихаб аз-Зухрий, да помилует его Всевышний Аллах, когда он был спрошен о человеке, который не молится. Он ответил, его наказывают, но он не является кафиром. Если человек не совершает молитву, то нужно посмотреть, каким именно образом он оставил это совершение. Если он оставил ее, отрицая ее обязательность, то он кафир. Если он оставил совершение молитвы полностью, то он также кафир. А если он иногда совершает молитву, а иногда не молится, то он является тем, кто совершает один из больших грехов. Итак, человек, оставляющий молитву, может пребывать в трех положениях. Первое – оставление молитвы вместе с отрицанием ее обязательности. В этом случае такой человек кафир. Второе – человек признает обязательность молитвы, но не совершает ее вообще. Такой человек тоже является кафиром. Третье положение – когда он иногда молится, а иногда оставляет молитву. Такой человек, по более правильному мнению обладателей знания, совершает один из больших грехов. Правоведы четырех мазабов разногласят относительно человека, оставляющего совершение молитвы. Группа факихов склонилась к тому, что оставляющий молитву – грешник, совершающий один из больших грехов. Также среди них есть те, кто разделяет между положениями такого человека и говорит, этого человека приводят на место казни и подставляют под меч. Если он будет продолжать упрямиться в оставлении молитвы, то он становится кафиром по причине этого оставления. А если он покается, то Всевышний Аллах принимает его покаяние. Также среди них есть те, кто считает, что если человек признает обязательность молитвы, то он не становится кафиром, даже если не совершает ее вообще. Для каждого мала свое благодеяние, шейх. Не могли бы вы нам привести некоторые подробности относительно мнений мазабов в этом вопросе? Например, что говорит Абу Ханифа, Аш-Шафи? Большинство факихов не считают оставляющего молитву кафиром. Имамы Ахмад и Исхак, да помилует их Всевышний Аллах, считали оставляющего молитву кафиром. Также это мнение высказывали некоторые имамы шафиитов и другие имамы. А некоторые малекиты вынесли такфир, оставляющему молитву в любой ситуации. Однако мы говорим, что более правильное мнение заключается в том, что оставляющий молитву полностью, то есть тот, кто вообще не молится, такой человек является кафиром. А что касается того человека, который один день молится, а другой не молится, или совершает одну молитву и пропускает другую, то такой является грешником, совершающим один из больших грехов. От пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пришли многочисленные тексты, указывающие на куфр, оставляющего молитву. Всевышний Аллах говорит, если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закат, то отпустите их. Также Аллах говорит, но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закат, то они станут вашими братьями по вере. Всевышний Аллах связал отпущение на волю, а также наличие братства и его отсутствие с молитвой и закатом. Ромар ибн-Хаттаб сказал, нет доли в исламе у того, кто оставил молитву. Также в Сахихе Муслима, со слов Джабира ибн Абдуллы, да будет доволен им Всевышний Аллах, сообщается, что Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, между человеком и между щирком и куфром оставление молитвы. Также пришло со слов Бурейды ибн Хусейна, что Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, завет, отличающий нас и их, это молитва, кто оставил ее, тот кафир. В этом разделе пришло много хадисов, и все они указывают на то, что оставляющий молитву находится в великой опасности. Также пришло у Аль-Бухари в хадисе, передаваемом со слов Бурейды, а также ибн Умара, что Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, кто оставит молитву аль-Аср, его дела станут тщетными. А тщетность дел – это аннулирование всех дел, или дел этого дня, а это значит, человек попал в огромную проблему. Также в хадисе, передаваемом Абу Саидом Аль-Худри и Анасом, да будет доволен имя Всевышний Аллах, сообщается, что, когда наш Господь позволит осуществлять заступничество, то тех обитателей огня, за которых будет позволено заступаться, будут узнавать по следам земного поклона, по следам на лице и на руках. Этот хадис указывает на то, что тот, кто не молится, его не узнают. Если он не молился, то он не выйдет из огня, просим у Аллаха благополучия и безопасности. Будут узнавать именно тех людей, у которых имелись следы земного поклона. А если люди не молились, то как будет отличаться мусульманин от кафира в огне? Это также указывает на то, что оставляющий молитвы является кафиром.